Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Хочу сегодня с вами поговорить о донорстве в Польше. Я надеюсь, что для вас это актуальная тема. И если это так, то продолжайте смотреть дальше. Я считаю, что в донорстве нет ничего плохого и нужно помогать другим людям, потому что и так мир стал очень какой-то агрессивный и озлобленный. Поэтому нужно начинать с самих себя. И дабы добиться взаимопонимания, а также чтобы потом вам вернулось это всё в хорошую сторону, то нужно делать и дарить людям добро, а также дарить людям шанс на жизнь. Донорство в Польше тут тоже очень сильно актуально. Я вам скажу, что когда мы пришли в центр, где собирают кровь, то очень большое количество поляков сидело. То есть мы были первые, и после нас уже, наверное, в течение получаса пришло человек 10-15. Как сдают женщины, так и мужчины. Здесь вообще нет никакой разницы. Только есть отличия в количестве, которым можно сдавать саму эту кровь. То есть у мужчин немножко больше, а у женщин немножко меньше. Кто же вообще может сдавать кровь? Ну, во-первых, если вы себя чувствуете очень хорошо, и вы здоровы. Также если вы совершеннолетний, то есть у вас есть полных 18 лет, но не старше 60 лет вы должны быть. Также ваш вес не должен быть меньше 50 кг. Ну, и самое главное, как я вам уже и сказала, вы просто хотите помочь другим людям. Все. Это если у вас все пункты подходят, то вы можете смело пройти и сдать кровь. Что нужно для того, чтобы сдать кровь? Во-первых, у вас должен быть легкий прием пищи, то есть он должен быть жирным. Также вы должны с собой взять паспорт и ПСЛ, но об этом немножко детально я вам расскажу. Перед сдачей крови выпить около 1 литра воды, ну, и просто вообще подойти к окошку регистрации, заполнить планки и сдавать кровь. Если вы переболели недавно, либо употребляли какие-то таблетки, витамины, сделали себе пирсинг, были беременны, то вы не имеете права сразу идти сдавать кровь. То есть есть ограничения. Например, если вы побывали у стоматолога, то должно пройти 7-10 дней. Если вы проболели, но болезнь была не очень такая тяжелая, то есть там насморк и просто там легкая температура, то должно было тоже пройти от 5 дней. Если же вы сделали себе недавно татуаж, татуировку, сделали себе пирсинг, тогда должно пройти как минимум 4 месяца. Но если же вы беременны были, а также потом прошли у вас роды, то вы можете идти сдавать кровь только после 6 месяцев от момента родов. Как же вообще происходит процесс сдачи крови? Ну, первое, это вы должны приехать в центр, где сдают кровь. Это либо же в Гданске. Этот центр находится, если вы с Труймясто, то вы, наверное, знаете, где медицинский университет. То вот как раз за этим медицинским университетом есть региональный центр на сдачу крови. И всю информацию я вам оставлю в инфобоксе. Также я вам напишу адрес, где он находится и как он называется. Вы можете также скопировать вот это название и просто в гугле написать и написать, например, в Гданске, в Познане. И вам выпьет потом информация, где он находится и какое время работы. В Гданске здесь они работают с понедельника по субботу, то есть в воскресенье выходной. С 7.15 и в основном до 17.15 принимают кровь. В любое время вы можете прийти, не нужно записываться, ничего. Вы просто приходите и сдаете кровь. Есть дни, когда она работает до часу, есть, когда до 2 часов дня. Но, как я вам сказала, всю информацию вы найдете в инфобоксе. Итак, возвращаемся дальше. Что происходит, когда вы приехали уже на сам этот центр? Вы проходите к окошку регистрации и отдаете свой паспорт и ПСЛ, либо же карту побыта. Здесь скажу так, что неважно, есть у вас виза, нет ее, здесь никто ничего это не проверяет. Также везде, на всех постерах, на всех плакатах написано, что обязательно вы должны предъявить документы с фотографией и ПСЛ. Но на личном примере у нас никто не потребовал ПСЛ, хотя я три раза спросила, вам нужен ПСЛ, вам нужен ПСЛ. Он говорит, нет, нам не нужен ПСЛ. Ну, то есть, как бы, никто так сильно критический здесь, именно в Гданске, не знаю, может в других городах, конечно, потребует там и карту побыта, и ПСЛ, но здесь вообще никто ничего. Мы пришли вообще с обычным загранпаспортом, и муж сдавал кровь. То есть, его приняли, его зарегистрировали. После того, когда вы отдали документы, вы также должны еще знать свой адрес проживания и код почтовый, для того, чтобы потом вам выслали книжечку донора. И еще одним моментом, после того, когда вас зарегистрируют, зарегистрируют, это буквально 2-3 секунды, то есть, не больше, вам выдают анкету, где вы должны будете заполнить ее. И именно должен заполнить тот, кто сдает эту кровь. Кто-то посторонний человек не может помогать, потому что у моего мужа спросили, понимает ли он польский, может он прочитать. Он сказал, да. Я говорю, ну, если что, я могу ему помочь. Она говорит, нет, он должен лично сам все читать и сам должен заполнять. Но здесь есть нюанс. Если, например, вы понимаете польский язык, но не умеете читать, либо же не понимаете некоторое значение слов, то когда вас потом позовут в кабинет врача, вы можете пройти и сказать, что вот такие-то, такие-то вы пункты не поняли. И врач вам тогда вместе с вами заполнит дальше анкету и поможет вам разобраться, где нужно поставить там да, а где нужно поставить нет. Но на самом деле анкета очень простая. То есть, там, какими болезнями вы болели, давно ли болели, что-то принимаете. Ну, то есть, все касающее вашего здоровья. Дальше, по крайней мере, вы там заполняете, вас вызывают в кабинет для сдачи крови на пробу. То есть, у вас сначала берут небольшое количество крови для анализа, проверить вообще, подходит ли ваша кровь для донорства, нет там каких-то зараженных частиц, вообще вирусов, ну, в общем, проверяют ее от начала до самого конца, эту кровь. То есть, вы заходите, сдаете и опять выходите. А после того, когда у вас берут анализ крови, проходит, ну, где-то минут 15-20, как программиссию проанализируют, после этого вас вызывают в кабинет врача, где также ведут беседу, меряют ваше давление, спрашивают, какой у вас рост, какой у вас вес, как вы себя чувствуете. Проверяют анкету, заполняют, если вы что-то не заполнили. И если анализы крови положительные, тогда вам дают направление, говорят, что вы годны к донорству, вы можете идти сдавать кровь. Скажу вам так, что в целом пробыли там, в этом центре, где-то час-двадцать, полтора часа, потому что мы вообще пришли самые первые, никого не было, хотя мы приехали, это был будний день, и это было около 11 часов, 11-12 часов дня. После нас уже начали приходить больше и больше людей, но они как-то хаотично вызывают. Но скажу так, что кабинет, где берут именно саму, на пробу кровь, то он один, а кабинет с врачами их три, поэтому очень быстро все проходит. Если вам дали справку о том, что вы годны к сдаче крови, к донорству, тогда вы просто проходите дальше, в следующий кабинет, там, где уже сдают саму эту кровь, она находится немножко в другом крыле. Перед тем, как зайти в этот сам кабинет, вас, во-первых, вызывают, во-вторых, вы должны обязательно одеть бахилы. Очень все чисто, все уютно, медперсонал очень приветливый, очень доброжелательный, особенно и к деткам, они вообще нас не отпускали. Также есть небольшой уголок для деток, то есть вы можете там посидеть, порисовать с ребенком, если вы ждете. И процесс самой сдачи крови занимает где-то 7-10 минут. У вас берут 450 мл крови, после того, когда вы уже все сдали, вам дают тоже такую бумажечку, где вы на рецепшене потом забираете свои бонусы, то есть это небольшая печенюшка, 8 штук шоколада, и также вы можете пить чай, кофе и воду бесплатно для тех, кто сдает кровь. Для тех, кто не сдает, то есть ожидает, то чай, кофе стоит около злотых, то есть вообще там минимальная сумма, не очень дорого это. Для мужчин в год вы можете сдавать кровь 6 раз за целый год, для женщин 4 раза в год, то есть каждые 2 месяца вы можете приходить и сдавать свою кровь. После того, когда вы уже все сдали, когда вам выдали там бонус, вы должны побыть еще на территории поликлиники, самого вот этого центра, пару минут, там 10-20 минут, для того, чтобы восстановить свои силы, набраться энергии. Если вы вдруг себя плохо почувствуете, вы можете обратиться к медперсоналу, вы также можете, как я вам сказала, попить чай, кофе, то есть посидеть, немножко отдохнуть и восстановить свой организм. Если вы пришли сдавать кровь в момент работы, либо же в момент учебы, вы имеете право взять справку об освобождении этого дня, то есть вам тогда этот день будет оплачиваемый. Но этот день будет оплачиваемый только для тех, у кого умовоопрация. Если же у вас умовоозлицение, либо умовооджило, к сожалению, эта справка не подойдет для того, чтобы вам оплатили этот день. Также нужно помнить, что после того, когда вы сдали кровь, в течение дня вы должны отдохнуть, вы не имеете права напрягать свой организм, тем более напрягать ту руку, с которой побирали у вас кровь, никаких ни физических нагрузок, ни сауны. Если вы водитель, либо же вы пилот, с момента сдачи крови должно пройти 12 часов, для того, чтобы вы начали работать снова. Но давайте самое главное перейдем к преимуществам вообще донорства здесь в Польше. Донорам здесь ничего не платят, то есть вы приходите на добровольной основе и сдаете кровь. То есть вам за то, что вы сдали кровь, никто ничего не платит. Но здесь очень большой есть пакет преимуществ, вообще, наверное, я так понимаю, ради чего сюда поляки приходят и сдают эту кровь. Но, во-первых, как я вам и сказала, за то, что вы сдаёте кровь, вам дают больничный. Если у вас умова праться, тогда этот больничный день будет у вас оплачиваемый, и вы можете без проблем предъявить его на работе, и это не будет считаться прогулом. Следующим преимуществом является то, что оплачивают проезд до центра сдачи крови. То есть вы должны предъявить либо билет на автобус, либо билет на поезд. И вам тогда возмещат, компенсируют эту сумму. Также следующим преимуществом является то, что налогоплательщикам, то есть если вы официально работаете здесь на территории в Польше, тогда вы имеете льготы, вы можете возвращать 6% от вашего дохода в годовом отчёте. Если кто-то уже сдавал ПИТ-37, то есть делал ПИТ-11, вы знаете, что когда вы заполняете, есть колонка про льготы, и вот как раз доноры входят в эту льготу, и вам могут возвращать 6% от вашего дохода, но за 1 литр не больше 130. То есть вот сами считайте, сколько за год вы сдаёте крови, столько вам будут возвращать денежку, но об этом ещё детальнее, о ПИТах, о налогах мы поговорим только аж в следующем году. Следующим приятным бонусом является то, что вам дают покушать, ну, точнее, как покушать, дают перекусы, бонусы в еде, так как я вам сказала, 6 плиток шоколада, небольшую печенюшку, упаковку, и чай, кофе бесплатно. Также, если вы сдали кровь, вы имеете право выбрать любую книгу, есть специальное такое место, где в корзинах лежат книги разные, начиная от комедий, романов, детективов, познавательных, детских, вы можете выбрать. Написано вообще, сдал кровь, бери одну книгу. Там вообще никто не следит за тем, что вы взяли одну или две, подошли, взяли и всё. То есть никто не имеет против, и каждый раз там эти корзины наполняют, наполняют. То есть пока мы сидели, но, наверное, два раза наполняли эти корзины, и буквально все поляки брали эти книги. Каждый донор, который сдал два раза кровь, получает книжку донорства. Книжку донорства нужно иметь, потому что эта книжка даёт тоже ряд преимуществ. Каждый раз, когда, приходя в этот центр, вы будете сдавать кровь, вы должны предъявлять эту книжку, где отмечают вам, сколько вы сдали крови. Почётным донором Польши вы можете стать после того момента, когда сдали 6 литров крови для мужчин и 5 литров крови для женщин. Что же даёт заслуженному донору в Польше? Какие преимущества здесь являются то, что если вы застрахованы, тогда определённый ряд лекарств для вас будет выделено бесплатно, а также для лечения, восстановления вашего организма, что связано с сдачей крови, тоже будут бесплатны. Какие именно лекарства, я, к сожалению, не знаю, но когда вы станете уже заслуженным донором Польши, то, я думаю, вы уже будете знать, и вам уже сами скажут, какие вы имеете лекарства брать бесплатно, за какие вы платите с льготами. И в аптеках вы имеете право подойти к окошку первым, то есть без очереди. Каждый донор по своему желанию может получить детальный анализ своей крови. В Гданске также действует такое, что если вы донор, вы имеете право бесплатного проезда. Но здесь есть но. Если вы сдали 18 литров крови для мужчин и 15 литров крови для женщин, тогда, чтобы получить право бесплатного проезда, вы должны будете обратиться в специальную службу, где оформляют проездные, и предоставить свою книжку донора, также заполнить там все разные документы, и после этого вам выдадут специальный такой документ, где будет подтверждаться, что вы имеете право ездить до конца своей жизни бесплатно. После 6 литров крови для мужчин и 5 литров крови для женщин даются разные медали, почетные значки. Ну и еще одним плюсом является то, что вы имеете право регистрации в программе лояльности. Эта программа рассчитана для получения разных подарков. То есть за каждую сдачу крови вы получаете 4 печати. То есть вы там можете оформить карту лояльности, и вам вставят такие штампики. То есть за каждую сдачу крови вы получаете 4 штампика. Когда вы собираете эти штампики, вы можете их менять на подарки. Например, на кружки, на визитницы, на пледы, на полотенце, на сумки, на термокружки. Например, вот, которую я здесь в Гданске видела, да, в стенде, то там, например, кружка, термокружка, то она стоит 20 штампиков, потом плед 28, визитница 6 штампиков. И вот, когда вы собираете эти штампики, вы имеете право обменять и получить подарок. И также донорам присваиваются еще разные льготы и скидки в разных магазинах, а также иногда вы можете даже получать скидки на жилье в каком-то отеле, в санатории, в магазинах, в музее можете получать скидку. Их более 100 пунктов на территории Польши. Я считаю, это большой список преимуществ, почему нужно стать донором в Польше. Это дальше, вот, начиная с того, что вам возвращают льготы и очень много бонусов и преимуществ. Так что, если вы хотели стать донором, то берите документы и обращайтесь в ближайший центр донорства, сдавайте свою кровь, тем самым вы мотивируете себя в получении каких-то бонусов и подарков, но при этом и самое главное, вы дарите жизнь какому-то человеку, который очень сильно в этом нуждается. Поэтому дарите людям добро, потому что в жизни все бумерангом. Спасибо, что вы сегодня были вместе со мной до конца. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а также подписывайтесь на странички Инстаграма, а также в группу на Фейсбуке. Я очень часто пишу там разные посты о Польше и не только о Польше, и вообще в целой жизни. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока! Продолжение следует...